Меопия 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 Монокулярные альтернирующие Это для детей с близорукостью С слабой степени Это то, что касается воздействия на центральный дефокус Используем активные средства для поддержки аккомодации Это прежде всего прогрессивные очки Это тоже воздействие на центральный дефокус мультифокальные, мультисегментарные контактные линзы. Отдельно выделяем средства, которые воздействуют на периферический дефокус. Это уже непосредственное воздействие и регуляция роста глазного яблока. Здесь сразу оговорюсь, мы приводим средства, которыми пользовались сами, набирали большой клинический материал, и можем констатировать успешность или неуспешность этих методов. Известно, что сейчас очень много очковых вариаций на тему воздействия на периферический дефокус. Мы их не отрицаем, но подчеркиваем воздействие именно тех средств, которые применяли. Здесь идет речь о перифокальных очках, об очках стилист, технологии HALT, ортокертологических линзов и дефокусно-контактных линзах фирмы OcVision, которые называются BMKL. Эти линзы будут в своем докладе подробно освещать Тарасова Наталья Алексеевна. У меня результатов по этим линзам в докладе не будет. Конечно, мы выделяем средства, которые могут оказывать и профилактическое воздействие. Это профилактические перифокальные очки. Также они бывают и с поддержкой аккомодации. Если посмотреть на результаты использования бинокулярного дефокуса, вы видите, что практически в 100% устранялась псевдомиопия, и стабилизация и неразвитие миопического процесса отмечалось в течение долгого времени наблюдения до 8 лет. Монокулярный альтернирующий дефокус приводил к стабилизации, а мы помним, что мы назначали это детям со слабой миопией, практически в 82%. Прогрессивные очки. Конечно, назначая какой-то вариант оптики, ваша задача не навредить пациенту, и в клинических рекомендациях это хорошо прописано, как правильно назначать, и обязательно должны быть учитаны афории. Вот прогрессивные очки. Мы смотрим при наблюдении через 6 месяцев. Мы наблюдали снижение манифестной рефракции практически в 45,5% случаев, что сопровождалось и улучшением остроты зрения в очках, устойчивым повышением запаса аккомодации. И посмотрим на длительные сроки наблюдения до 3 лет пациентов с азофорией, составание аккомодационного ответа. И видим, что эффект хороший, и наблюдался тормозящий эффект на 0,75 диаптрии по сравнению с очками сингл-вижн. Периферическая рефракция. Безусловно, что в глазах с миопией по сравнению с гиперметропией, снижается периферический миопический дефокус, и, как сегодня уже говорили об аберрациях, формируются положительные сферические аберрации. Естественно, что дефокус является не причиной, а следствием рефрактогенеза, тот, который существует в глазу. Тормозить или ускорять рост глаза способен только наведенный, индуцированный различными методами коррекции дефокус. Посмотрим на результаты, которые мы получили при использовании перифокальных очков. На графике вы видите, что наблюдался достаточно высокий стабилизирующий эффект уже при двухлетнем наблюдении, это 47,4%, который сохранялся в активном режиме и через 3 года, 46,6, и снижался немного, но все-таки давал хорошие результаты, и через 4 года ношения нашими пациентами перифокальных очков. Отмечаем, что благотворное влияние перифокальных очков, отмеченное на состоянии параметров аккомодации, активно влияет на запас относительной аккомодации. Опять вернемся к вопросу фории. Вот вы видите с правой стороны график, пациенты, которые с экзофории носили очки перифокальные, никакой отрицательной динамики, а, можно сказать, положительной динамики, была именно на фории, в отличие от пациентов, которые пользовались с экзофорией прогрессивными очками. Поэтому уделяйте большое внимание предназначению оптики фории. Очки стеллист. Но это последний наш материал, который мы собирали. Это новый вариант воздействия на перифокальный дефокус за счет асферических линз, создания объемного дефокуса. Мы достигаем лучших результатов. Это будет в докладах указано Проскурины Ольге Владимировне. Мы очень довольны результатом пользования этими очками. Он по силе получается больше, периферический дефокус. Ну, естественно, мы сравнивали с очками Single Vision очки стеллиста и получили следующие результаты. Вот, посмотрите, на графике хорошо видно, что изменение рефракции примерно в 4 раза было меньше при использовании очков стеллист по сравнению с очками Single Vision, что нашло отражение и в размере глазного яблока. Вот в этом графике хорошо видно, что происходит не только стабилизация прогрессирования, но также, и вы видите, что возможно и ослабление на 0,25 и более в глазах, на которые оказывается воздействие очками стеллист. Изменяется годовой градиент, конечно, прогрессирование. Если мы сравниваем с очками Single Vision, то увидим, что это практически частота снижается в 2 раза, и величина уменьшения годового градиента тоже в 2 раза. Вот сегодня говорили про термин биоптической коррекции. Мы его тоже использовали. До этого вы, если читали нашу работу, мы его использовали в рамках повышения остроты зрения у детей с врожденной близорукостью, сочетая высокодиоптринные линзы с докоррекцией астигматизма, которые не позволяют вторические контактные линзы у пациентов свыше 10 диоктрей, а в этом случае мы использовали биоптическую коррекцию для создания условий торможения и прогрессирования близорукости. То есть мы предлагали пациентам коррекцию сферического компонента и остаточный сферический, либо только астигматический компонент мы корректировали лечебной оптикой, очками перифокл и стеллист. Потому что данная группа пациентов наиболее часто посещает наш институт. Вот к нам стекаются пациенты с драматическим течением близорукости. И поэтому все просят пользы, торможения, хотя не только склеропластик. И вот возникла такая идея, и результаты очень даже обнадеживающие. Клинические рекомендации, которые созданы в нашем институте, все подробности назначения этих очков, нюансов назначения, вы можете почерпнуть знания именно из них. Ортокиротеология. Конечно, это методика, которая стоит отдельно. И мы всегда говорим своим пациентам, что ортокирологические линзы дают наиболее стойкий, стабилизирующий эффект по сравнению с другими оптическими средствами коррекции. В чем же преимущество? В том, что происходит не только создание активного периферического дефокуса, тормозящего прогрессирование, но и эти линзы позволяют нам менять вектор роста глазного яблока, направляя его в поперечный диаметр. Мы обсудили оптические средства воздействия. Вот это одна возможность. Второе – это влияние на аккомодационную мышцу, повышение функциональных резервов глазного яблока. Для этого мы используем различные методы коррекции, оптико-рефлекторные тренировки аккомодации, трансклеральная лазер-стимуляция солярной мышцы, воздействие на аппарат аккомодации триада и магнитофорез, иглорефлексотерапия, массаж воротниковой зоны. И вот в результате исследовательской работы под руководством Елены Петровны было подчеркнуто, обратите внимание на график слева, что есть средства, которые отрицательно влияют на тону спокоя аккомодации, а есть, которые влияют положительно. И невозможно на одних и тех же аппаратах проводить лечение и амблиопии, и миопии. Если у пациента нет амблиопии, совершенно неоправданное значение плеоптического лечения. И видите, какой активный, негативный характер, тонус спокоя аккомодации на фоне плеоптического лечения. Выделяется группа комбинации аппаратов. Это МакДелл, Визотроник и магнитотерапия. И вы видите на графике справа, что длительность положительного эффекта оценивалась и до полутора лет, и опять эта группа выделилась. Конечно, положительно повлияет и присоединение к этому набору аппаратов и тренировок для Близзи по Витисово-Мацо, либо Ручеёк, либо тренировки для Близзи на конструкции Форбис. Это возможно. В настоящий момент мы активно понимаем престиж склероукрепляющего лечения. Люди очень активно пользуются интернетом и не вдаются в подробности, только собирают негативные какие-то отзывы. Многолетний опыт склероукрепляющих операций, который имеется в нашем отделе, говорит о том, что нет другой возможности воздействовать на биомеханические свойства клера, кроме как укрепить её. И у нас много разных технологий. Мы выделяем малоинвазивные, большие, бандажирующие склероукрепляющие операции. Опять-таки в клинических рекомендациях расписано, когда и какие методики вам нужно использовать. Если мы говорим о малоинвазивных склеропластиках, то те модели трансплантатов, которые мы предлагаем и разрабатывали, они позволяют обеспечивать не только механические укрепления склеры, но также и вызывать кросслинг из самой ткани склеры, что было доказано в эксперименте и активно применяется в клинике с использованием такого препарата, как хитозан. Знаем мы с вами, что активное накопление ПВХРД и прогрессирование близорукости приходится у детей на возраст 11-14 лет. В принципе, мы считаем, что для проведения бандажирующих операций оптимальным является назначение склеропластики. Первым этапом на один глаз возраст 10-11 лет, и второй этап в возрасте 12-13 лет. Почему не сразу на оба? Потому что мы всегда рассчитываем на содружественный эффект, мы не просто на него рассчитываем, а наши исследования показали, что он действительно существует. Также Игорь Михайлович показывал в своих работах, что делая на один глаз, мы получаем эффект на оба. Есть сложная методика, которую мы предлагаем для лечения стафилом, для лечения макулярных тракций. Мы предлагаем склеродеконструктивные вмешательства, когда на среднюю часть трансплантата дополнительно пришиваем пломбу, которая будет расположена непосредственно на заднем полюсе. Если вы посмотрите на левый слайд, внизу ультразвуковое изображение, вы видите, как здорово воплощается задний полюс в месте локализации стафиломы. Мы видим с вами, что происходит регресс макулярного ретина шизиса. И очевидно, что уменьшение натяжения приводит к тому, что уменьшаются тракции, улучшается трофический эффект. Безусловно, мы наблюдаем уже пациентов больше, чем 6-8 лет. Просто люди, получив данную помощь, в какое-то время не нуждаются уже в нас и перестают нас посещать. Конечно, это очень стойкий и хороший результат. Пользуйтесь. Ну и в заключение мне хотелось бы сказать, что, конечно, физическая активность, оптические методы профилактики, функциональные методы лечения и различные технологии приведут вас к успеху контроля за близорукостью. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.